Друзья, всем привет! В этом видео я показываю вам отель Rehana Resort 4 звезды, Шарм-эль-Шейх, Бухта-Напк, погнали! Так, полотеля, ребят. Ну, присутствует ароматизация воздуха. Тихо, спокойно. По температуре кондиционеры работают, но, в принципе, я не думаю, что они сильно работают, поэтому температура здесь относительно такая вот средняя. То есть, явно не чувствуется, что здесь очень сильно работает кондиционер, а поддерживает, как бы, такую среднюю температуру. Ну, что сказать, холл, в принципе, ухоженный, чистый. Все здесь в нормальном состоянии. Слева, кстати, от входа у нас ресепшн, где туристы регистрируют свое проживание. Заселение, естественно, стандартно в 14.00, выселение в 12.00, ребят. Справа, получается, от входа здесь находится лобби-бар. В принципе, стандартными египетскими напитками. Имеется в виду алкогольными, египетскими и безалкогольными. И сразу за помещением ресепшн у нас находится, ну, открывается территория. Видим бассейн. Бассейн с горками. Тут несколько горок. Дальше у нас можно налево пойти, можно направо пойти. Здесь есть указатели, вот в какой части отеля находятся те или иные номера. Ну и соответствующая инфраструктура. Ориентируйтесь по указателям и найдете интересующее вас место, либо там заведение, имеется в виду ресторан и тому подобное. По территории сразу скажу, как бы, по крайней мере, та, что вот возле здания ресепшн. Здесь все чисто, мусора вообще не наблюдаю никакого. То есть все ухожено, реально все поддерживается в чистоте. И, кстати, территория красивая. Очень много зелени. Дальше, возможно, мы еще пройдемся по территории. Я думаю, может, что-то мы посмотрим. Но сразу говорю, что по территории мне здесь нравится в плане того, что она красивая зеленая. Да, кое-что, ну, видите, там состояние лестницы, там какое-то такое чуть-чуть уже требующее вмешательств каких-то со стороны персонала, чтобы привести в порядок. Ну, вот эти горки, они выгоревшие на солнце. Ну, опять, ребят, тут солнце такое, что тут все выгорает моментально. А вот сами здания, корпусов отеля, ну, в принципе, в нормальном вроде так вот состоянии. По крайней мере, ничего сверху, снаружи не облучивается. Вот как в других отелях я видел, которые стоят повыше, чем Рихана 4 звезды. А состояние вот зданий уже, как бы, немножко похуже, чем у этого отеля. Дальше, по бассейну, тот, который здесь возле ресепшн, тут у нас, смотрите, такой заход, именно пологий. А вот глубину, ну, до глубины, чтобы пройтись, я думаю, там, это уже в той части бассейна. То есть, вот, с горок мы съезжаем, тут тоже не глубоко, а вот там, может быть, чуть-чуть поглубже. Но, опять, чтобы посмотреть глубину, нужно пройтись в ту сторону. Если будем гулять по территории, то обязательно покажу глубину. Шезлонги, ребят, ну, шезлонги, смотрите, какое состояние. В принципе, не знаю, они смотрятся как новые, я думаю, им там, несколько лет, но в хорошем состоянии, все, чистенькие. Мягких матрасов на шезлонгах я не вижу. И, наверное, скорее всего, их все-таки нет. Видно, что персонал работает. Вон, садовник какой-то ухаживает за садом, подстригает. Ну, реально красиво все. Красивые цветочки на деревьях, пальмочки, ухоженный в газон, зеленый, не выгоревший. Ну, возможно, местами есть где-то подгоревший, но, опять, это не часто можно заметить. Даже не все это замечают. Пальмы, смотрите, какие красивые пальмы. Собственно говоря, как бы тут их достаточно много, все зелененькие. В общем, пока что мне все нравится, ребят. Давайте дальше пройдемся по территории. Так, и смотрите, пока мы идем по территории, дальше я вам ее показываю. Хочу рассказать пару слов за пляж отеля Рихана. Четыре звезды. Смотрите, значит, пользуются они, в принципе, пляжем пятерки, которая находится на первой линии. Обзор пляжа я делал. Так что, примерный вид вы можете посмотреть в другом видео. Ссылочку я обязательно размещу в описании к этому видео. Значит, расстояние от моря составляет примерно 550 метров. В целом, это недалеко, то есть, ну, буквально, я не знаю, может, минут 5-7 пешком пройтись. Это, ну, не составляет, в принципе, труда. Но тут отель предусмотрел трансфер, который подвозит туристов четверки до пляжа. Смотрите, значит, нужно пройти через подземный переход, и там уже будет курсировать автобус, который подвозит туристов до пляжа. Но, получается, это все-таки с территории пятерки. В принципе, подземный переход, он не длинный и вполне в нормальном виде. И дальше, когда вы перешли этот переход, там курсируют эти автобусы. Смотрите, значит, четкого графика расписания этих автобусов нету, потому что, как нам объяснили, они курсируют по мере заполнения этих автобусов. То есть, туристы подходят, значит, поехал автобус. В общем, сложности во второй линии вообще никакой нет. Так, ребята, вот еще один бассейн. Смотрите, здесь есть и для деток отдельный, и вон для взрослых. Так вот, здесь у нас деревянные шезлонги, и на них имеются мягкие матрасы. Конечно, деревянные они уже в таком вот... Ну, древние, можно сказать, вот так эти шезлонги. Зато на них отличные мягенькие матрасы, поэтому здесь на них даже будет комфортнее лежать вам. И пару слов, ребят, хотел рассказать вам за питание в Rehani 4 звезды. Мы тут не кушали, но туристы, которые отдыхали именно в этом отеле, по питанию, в принципе, вообще все рассказывали, что более-менее все на хорошем уровне. Но тут тоже обязательно нужно понимать такой момент, что все-таки это 4 звезды, египетские 4 звезды, и тут, конечно, не будет такого шикарного питания, как в некоторых там люксовых пятерках. С другой стороны, параметр питания это не самый стабильный параметр среди египетских отелей. Поэтому в один период питание может быть более разнообразней, в другой период менее разнообразней. Это влияет и заполняемость отеля, и различные праздники. В любом случае, я не думаю, что в этом отеле останется кто-то голодным. В общем, если кто-то отдыхал тут, то пишите в комментариях ваш отзыв по питанию. Так, номер стандарт. Справа сразу санузел. И вот сам номер. Смотрите, пару кроватей здесь раздельных. Телевизор еще старого образца. Кресло-стол. И смотрите, вот такая терраса, ребят. Покажу, что мы увидим из террасы. На террасе у нас пара стулов и столик. И вот такой вид на бассейн, но именно с этого номера. Я думаю, есть другие номера стандарты, у которых будет немножко вид по-другому. Это на первом этаже, а есть на втором этаже. Там будет, наверное, такого размера балкон. Санузел. Смотрите, чистенький. Туалет. Умывальник. Все чистенькое. Тут нет никакой ржавчины, по крайней мере, в этом номере. Фен нового образца. То есть не пылесос, как во многих отелях в Шармальшефе. Маленькое зеркало. Хотя, маленькое зеркало старого образца без подсветки. И душевая кабинка, ребят, смотрите. Ну, душевая кабинка, конечно, здесь не обнадумная, я так понимаю, но в нормальном состоянии. То есть тоже ржавчины я не вижу там, где обычно она бывает. Вот они, белоснежные полотенечки. С этим все порядок. Ну, ребят, нормальный санузел. Зачетный. По крайней мере, в этом номере. Возможно, есть другие номера, в которых там будет все немножко по-другому, имеется в виду. Не в таком хорошем состоянии. Но тот, который нам показали, я вам показываю в этом видео. Так, друзья, ну что, показал я вам отель Rehano 4 звезды, которая находится на второй линии в бухте Напк. Смотрите, что могу сказать в качестве моих выводов. Мне лично все понравилось. Вот, из того, что я видел. Да, есть кое-де-коцкие такие. Как бы, это несущественное. И лично для меня бы это ничего не повлияло на качество моего отдыха. Ну, отель готов принимать туристов. Очень хорошо спроектирована территория. Она хоть как-то защищает от ветра. И здесь, ну, зимой, если вы будете выбирать этот отель, то на территории должно быть более-менее нормально касательно ветра. На пляж ездим, либо ходим пешочком. Пляж на первой линии, Rehano 5 звезд. Друзья, если вы отдыхали здесь, в отеле, то обязательно напишите в комментариях под этим видео, когда вы отдыхали. И когда это было летом, весной, осенью, зимой. Как тут было по ветренности. Что вам понравилось, что не понравилось. Что вам по питанию было. Напишите обязательно в комментариях под этим видео. Я все почитаю. Если есть вопросы, задавайте. Ну, и не забывайте подписываться на мой канал. Кнопочка подписаться внизу под этим видео. Вот здесь вот. Жмите на колокольчик, смотрите видео. И будете всегда в курсе самой полезной информации, чтобы все ваши путешествия были только с положительным результатом. До новых встреч, друзья! Пока-пока!